Привет, меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал Алмазная Мозаика в США. Ребят, сегодня очень коротенькое видео. Просто хотела вам показать свою оформленную в рамку работу. Если вы следите за моим каналом, вы видели обзор этой работы от американского производителя Diamond Dots. Называется он Aurora Eagle. Это частичная выкладка. Орел и лес не выкладываются. Рамка у меня вообще-то была дома. Я ее купила, наверное, год назад для какой-то картины. Она не подошла по размеру. Хотя размер довольно-таки стандартный. 40 на 50 сантиметров эта рамка. Как и вот этот вот дизайн. Ну и я думаю, ну и супер. К какой-то картине не подошла, зато подойдет вот к этой. И действительно она так и есть. Вот самая обычная простенькая рамочка. Я не знаю, из чего она там, из дерева. Из ДСП сделана белая. Вот. Я при этом почитаю, как бы, так сказать, simplicity, да, простоту, когда дело касается оформления алмазных мозаик в рамке, потому что алмазные мозаики уже сами яркие. И чтобы не отвлекать внимание рамкой, я покупаю очень-очень простенькие. Вот просто белая рамочка. Вообще, когда, вы знаете, я получила эту работу, я была очень неприятно удивлена тем, что она частичная. Но сейчас, когда я смотрю на неё оформлены, наоборот, я, в принципе, рада, что лес и орёл не выкладываются, потому что это, как бы, она смотрится, в принципе, натурально, да, ночное небо блестящее, северно сияние, луна, а лес сам не блестит. Вот. И это как раз вот даёт какое-то ощущение натуральности, так же, как и орёл. Если бы оно выкладывалось всё, наверное, такой глубины, и вот этого эффекта 3D, наверное, бы не создавалось. Вот. Это первое, что я вам хотела показать. Свою оформленную работу. И также я хотела вам показать свой процесс, на чем я работаю сейчас. Это также алмазная мозаика от того же производителя. Diamond Dots, американский производитель. Edition Thomas & Kincaid. Это они делают... У них такой специальный edition, лимитированный выпуск выпусков. Дизайн of Thomas & Kincaid. Это один из них. Это уже полная выкладка. Обычными стразами круглыми, пластиковыми. Я ничего не добавляла своего сюда. И не планирую пока. Вот. И, в принципе, мне очень нравится, как выходит эта картина. Честно говоря, я думала, она будет намного пиксельнее. Но нет. Мне вот... Мне очень нравится. Особенно, если издалека смотреть, как настоящая вода. И этот блеск... Вот блеск обычной. Пластиковые стразы создают вот такое вот мерцание красивое. Тоже 40 на 50 сантиметров. Называется маяк... А, маятник. И всегда маятник с маяком. Потом бейкн. А, мая... Маятник. Маятник надежды. Вон там. Маятник. Или маяк. А, маяк. Маяк. Всё правильно, да. Маяк. Маятник это что-то другое. Бейкн оф хоп. В общем, маяк надежды. Вот он. Я его ещё не выкладывала. Вот как только выложу, обязательно сниму видео. Ну и расскажу о своих впечатлениях и о спецификациях, спецификациях этого дизайна. Сколько цветов и всё такое. Вот. Ну, в общем, всё на этом. Не хочу быть многословной. Люблю, что у меня видео получается очень лаконичное по теме, без всякой воды. Вот. Работа оформленная. И мой процесс. На этом всё. Как только я закончу, сниму видеообзор. Надеюсь, закончу её в течение недели. Если не этой, то на следующей точно. Спасибо большое за внимание и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok